Это просто пиздец. Невероятно. Всего за две недели с момента публикации этот ролик собрал больше полумиллиона просмотров. Тут начинается самая жесть. Русскоговорящая мама комментирует школьный учебник ее сына по половому воспитанию. Как мы выяснили, это пособие из ролика последний раз переиздавалось три года назад, в 2015-м, но из школьных библиотек его пока не изъяли. А вот новинка одобрена Министерством образования и рекомендована для детей с 8 лет. Тут и про секс-шопы на страничку нет, детям туда нельзя. И про счастливые однополые пары, да, они тоже могут иметь детей. Сборник ответов на 100 вопросов, которые чаще всего звучат на уроках полового воспитания. А что такое шлюха? А это женщина, которая занимается сексом за деньги, но шлюха ругательства, лучше говорить секс-работница. Картинки очень смешные, но ничего такого необычного и... Неприличного? Да. Это просто шок. С маленьким ребенком или до 10 лет, до 15 лет даже это рассматривать и читать, это стыдно. Надежда из Лейпцига и Константин из Берлина встретились в Дрездене, где местные активисты решили устроить дебаты на тему половое воспитание в школе за и против. Все организовал, всех собрал Союз русскоязычных родителей Германии. Союз уже не может молчать. И что, неужели он на грани развала? Категорически за секс-просвет, причем лучше сразу в детском саду, выступит открытый гей, правозащитник Константин Шерстюк, чье детство пришлось на середину 90-х в России. Ну, в общем, все с ним ясно. Я не знаю, когда моя мама или мой папа в первый раз произнесли слово «секс» при мне, но о половом воспитании и о взаимоотношениях между полами мы начали разговаривать уже, наверное, где-то, когда мне было лет 6-7. Мне было лет 13, может быть, 14. Я спросила у своего отца про сексуальные отношения мужчины и женщины, как это происходит, почему дети рождаются. И он сперва начал мне рассказывать об упылении цветков и пчелок и прочее. Надежда Оппенлендер – педагог из немецко-российского благотворительного общества имени Святой Александры. Своих детей и внуков она всегда учила так. Вот их не надо агитировать на то, что секс – это большая радость и счастье. А что же это? А что же это? Это нормальная функция человеческого организма. Надежда и Константин – главные герои дебатов. А победителя выберут зрители. Не случайные, конечно, в основном психологи, журналисты, учителя. Вот мне предложили недавно книжечку посмотреть, где действительно детям с 8-летнего возраста на первой же странице все виды мужского пениса показаны. Это травмирует детскую психику. Зрители-тинейджеры невозмутимо продолжали то ли слушать, то ли скучать. Это подростки из Дрезденского интеграционного центра. Они переехали в Германию совсем недавно вместе с родителями. В России рассказывали о месячных, в России рассказывали о беременности, но о сексе, как таковом, о мерах предохранения, о том, как обезопасить себя от болезней или нежелательных связей, об этом ничего не было. Мне пришлось искать информацию самой в интернете, даже википедия, порносайты. Да. И сколько тебе было лет? Лет 13, может быть. На самом деле, я тоже не хотела говорить об этом с родителями. Эта тема для меня всегда была какой-то постыдной, что неправильно. Я вырос в Латвии. И я вот теперь уже сравнивая, так сказать, допустим, с тем, что рассказывают мои ровесники, да, о своем там советском школьном прошлом понимаю, что, например, в Латвии у нас все было несколько иначе. У нас, например, на этих уроках в середине 80-х показывали, кстати говоря, ГДРовские документальные фильмы на эту тему. Мне понравился мальчик на два года старше меня. Мы поцеловались, а потом я забеременела. Сейчас мне 14. Краткое содержание учебного фильма производства ГДР. Такие документальные короткометражки старшеклассникам Восточной Германии начали показывать в середине 80-х. Гораздо раньше, в начале 70-х, сексуальное просвещение стало обязательным предметом в Западной Германии по два часа в неделю и для младших школьников, и для подростков. И, наконец, наши дни. Мобильное приложение для дешкалят. Гонки сперматозоидов. Один из них осчастливит эту пару. Про однополую любовь в детских садах, правда, не рассказывают. Но если ребенку исполнилось 8, то уже можно. Повлиять на сексуальную ориентацию человека невозможно. Можно повлиять на его сексуальное поведение. Как она называется? Ориентация нетрадиционная. Ее всего 3%. Стоит ли так много об этом говорить? Я видела даму с осложненной фамилией. Дамы от 3% гомосексуалистов. 10% вражденные даже в животном мире. Я рада, что дети просвещенные. Что они очень спокойно относятся к проблеме гомосексуализма и лесбийской любви. Очень много работало. И дети выросли буквально у соседей двух гомосексуалистов. Ваши дети? Мои дети. Они воспитались в этой среде. Но ни дочка не стала лесбиянкой, ни сын не стал гомосексуалистом. Я очень осторожна с этими выражениями. И это правильно. Тема секс-просвета с некоторых пор не только про это, но и про политику. Секс-кинда. За что вообще агитируют этот автобус? Но полицейские расступаются и обеспечивают парковку на Потсдамерплац в центре Берлина. Такие расписные оранжевые автобусы с лозунгами по бокам «Защитим наших детей» и «Остановим секс-просвет» колесят по Германии с 2014 года. Две недели в сентябре и еще перед Рождеством, а потом весной. Такой автобусный тур придумали правые популисты. В частности, активисты из партии АДГ. Я буду за вас молиться. Это очень хорошо. Молитесь. Тезисы правых. О сексе с детьми должны говорить только родители. И никаких веселых картинок о счастливых однополых семьях. У меня трое детей. И когда у детей в школе были эти уроки, хотя тогда все было намного безобиднее, чем сейчас, двое из моих детей были просто в шоке. Это было ужасно. Перед всем классом им показывали какие-то картинки. Они это ненавидели. Они этого не хотели. Неподалеку от гневного автобуса – молчаливая группа с радужными флагами. В следующем году будет 40 лет, как я работаю учителем. Я застал еще то время, когда существовали запреты на преподавание для геев. Учителя-гамосексуалисты считались потенциальными педофилами и вообще плохим примером для молодежи. Но образование отражает реальность. А сейчас реальность такова, что есть однополые семьи с детьми. И другие дети тоже должны об этом знать. И еще одна новинка от немецких методистов. Из общества планирования семьи Государственного общества. Издание 2017 года. И рекомендовано оно для детей от 5 лет. Иллюстрации, кстати, более чем целомудренные. И придраться сложно даже радикально настроенным правом. И прежде всего обезоруживает подзаголовок к этому изданию. «Шутс фо мисс Браух» – «Защита от изнасилований». Имеется в виду развратные действия в отношении детей. В книжке для самых маленьких – пара предложений. Под каждой вполне понятной картинкой. Если меня кто-то щекочет или трогает, это не прикольно. Я говорю – перестаньте, уйдите, я этого не хочу. Глядите-ка, а дальше в этой книжке уже секс. Правда, в виде комикса. Но это точно не для детей 5 лет. Вот что я могу сказать. И очень хорошо, что дети были просвечены. Очень хорошо. Мою дочь пытались педофилу украсть, машину затащить, когда ей было 8 лет. Мой шестилетний сын отбил буквально дочь от этого педофила. Это был 90-й год. Это было где? В Дрездене. Так чем же закончились дебаты в Дрездене, организованные Союзом русскоязычных родителей? За кого большинство? За педагога из благотворительного центра имени Святой Александры или за ЛГБТ-активиста? Причем тут как раз консервативное большинство, воспитанное по советским методичкам. И с перевесом в один голос выиграло сексуальное просвещение в школах и детских садах. Да-да, с мобильными приложениями и самыми, что ни на есть, веселыми картинками. Когда я сюда шел, у меня было устойчивое такое мнение, что это лишнее преподавать, тем более в детских садах или в наших классах, эту тему. Но послушав наших участников, я изменил свое большое зрение. Вот это вообще, мы сидели на первом ряду с коллегами моими, и когда этот мужчина это сказал, мы сразу сказали, вот это бинго, просто мы попали. Если хотя бы один человек искренне сказал такие слова после этого мероприятия, значит, все получилось. Редактор субтитров А.Семкин